всем привет меня зовут павел вы на канале фото travel и сейчас я хочу сделать распаковку и обзор объектива янгнау 35 миллиметров для камер nikon вот пришли не кстати два пришла не кстати два пришло и комплект пришел не только объектив сейчас посмотрим что в общем они пришли в такой вот упаковке шли с нидерландов меньше трех недель ну заказывал их конечно китайском магазине и под видео будет ссылочка где а что интересно по весу посмотреть что они вообще весят 10 грамм и цена 15 долларов написано хотя на самом деле они каждый из них стоил по соточки но не только объективы там целый комплект сейчас посмотрим что же здесь есть вот я распаковал посылку на почте как бы чтобы проверить поэтому она уже была открытая но все содержание но осталось значит объектив 1 и 2 я тоже такой же заказал их два одинаковые но один я оставлю себе второй продам немножечко добавлю пару долларов и продам на в интернете в общем значит что шло да кстати у меня есть на канале обзор таких объективов для системы canon но там они были абсолютно голые объективы без ничего значит здесь же такой вот комплект шел это объектив да вот еще один объектив как бы там чтобы это все видно было бленда фильтр защитный и вот такой чехол и это все примерно 100 долларов стоило вот тоже чехол бленда и фильтр защитный значит ну каждый разворачивать не будем они абсолютно идентичные оставим вот один такой вот комплектик значит чего начнем наверное самого объектива потому что это как бы основная часть кстати если без вот этих вот ништяков как бонусов да то он стоит где-то на десятку дешевле смотрите как кстати упакован коробочки побольше чем объективы точно такие для системы canon а мы же еще не рассмотрели это 35 миллиметров да вот с диафрагмой 2 вот такая вот коробка мне кажется уже коробки никому не интересно рассматривать а интересно что что же за девайс внутри вот хорошо добротно упакован куча поролона не поролона а гофрированных картона эта бумажка но это наверное номер упаковщика так и сам собственно наш объектив распаковываем силикагель чтобы не было влажности при транспортировке и надо что интересно есть серийный номер на объективе видно вот или нет но я думаю что нигде больше по документам не числится скорее всего мануалы не одинаковые для всего так вот сейчас как бы так повертеть чтобы рассказать начнем серийный номер до стандарт и утилизация ручной и неручной режим фокусировки и что интересно для канонов вернее для системы nikon сделали круто с у таким вот окошком с дистанции фокусировки как для топовых объективов системы nikon дано дешевых нету такого окошечка она более тупых да вот такие вот есть но это не никон это таки на так значит 35 миллиметров как я и сказал and now digital снизу у нас заглушка как же я снять другую сторону как она так здесь все как китайцы пакует пленочкой линза облеплена металлический байонет кстати сам объектив наверно пластика потому что легкий и с этой стороны тоже пленочкой и довольно таки неплохая большая линза система внутренней фокусировки то есть объектив не удлиняется но минус в чем наверно что ну там вот все от не закрыта видно лин заходит несколько вот двигаю да и соответственно будет насасывать много пыли диафрагма да можно посмотреть кому интересно вот так вот ну наверное что интересно посмотреть это уже надеть или установить на камеру этот объектив и смотреть уже непосредственно на камере насколько быстро он фокусируется значит сейчас так вот метка это белая ну скажем так по весу сильно легкие камера тяжелее не стало но внешне выглядит выглядит аппетитно красиво и внушающе знаете как если снимать какие-то свадьбы то чем больше это балда тем как бы платят больше денег вот что еще можно сказать так по нем наверно ничего давайте включим камеру переведем в авторежим попробуем пофокусироваться фокусироваться фокусировка кстати очень очень быстро и в отличие от аналогичного объектива для системы canon сейчас я сделаю кадрик один какой-нибудь так сделал один кадр ну на первый взгляд то что я сейчас вижу в руках да вернее на экранчике то он довольно таки очень 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 достойно я конечно и сделаю тестовые снимки и посмотрю их на компьютере потом прикреплю в конце видео да где будут тесты но на первый взгляд очень хорошо фокусировка быстрая давайте еще сейчас посмотрю на эту шкалу еще значит она футах да и в метрической системы системе нету шкалы для инфракрасного диапазона но он особо никому не нужен значит и давайте рассмотрим еще ништяки да те которые шли в комплекте к объективу бленду посмотрим бленду на вот такая hb47 стандартизирована по никону и очень приятная на ощупь и по красоте так даже дорого выглядит можно так сказать вот так вот с бленды уже хорошо то есть не только как контровые лучи на будет прикрывать но еще и хорошая защита для вашего стекла чтобы никто по нему не ляпнул и возьмем вот этот вот фильтрик тайня называется тяня клад доллара стоит я думаю 50 миллиметров такой у нас идет ультрафиолетовый фильтр вот упаковка по фильтру внешне ничего сказать не могу стекло как стекло накручиваем вот теперь вообще ваша линза вот мне кажется с вот этим вот защитным стеклом нужно и эксплуатировать этот объектив чтобы он не насасывал внутрь пыли так как здесь немножечко открытая система вот так вот поэтому если покупать то лучше с ним и я думаю как бы для такого класса объектива копеечный фильтр это самая но нету смысла ставить на объектив за 100 долларов какой-нибудь там этот фильтр роденшток за 150 вот так вот и бленда мне кажется она вот так вот обратно не становится смотрите даже вот так становится обратно для транспортировки бленда и посмотрим немножечко чехол я всегда скептически относился к неопреновым чехлом так вот наверное с блендой он сюда не войдет даст бленда не получится вставить а без давайте входит как дети в школу есть на затяжка вот чтобы он у вас не выпал такой вот карабинчик для крепления куда-нибудь к рюкзаку к сумке но мне кажется вот эта вот система ненадежная бы так внешне носил но так например в этом чехле вбросить в обычный рюкзак или сумку то вполне вполне даже так реально то есть чехол тоже как в комплекте приятный бонус вот так что вот такой вот объектив я нагнал 35 миллиметров значит сейчас я сделаю тесты этого объектива и мы их посмотрим с вами и вот друзья я сделал снимки это некий такой синтетический тест то есть в реале может быть в какой-то съемочной ситуации немножко другие результаты но можно посмотреть и оценить то есть если нужно ставьте на паузу рассматривайте внизу кстати под видео будет ссылочка где эти снимки будут в реальном разрешении выложены кому интересно делал я их с небольшим шагом то есть у меня получилось 9 снимков от 2 до 18 закрытой диафрагмы как по мне то вот этот вот объектив он получше рисует чем такой аналогичный объектив для системы canon может это мое как бы субъективное мнение потому что я как бы пользуюсь камерами nikon но вот мне размытие более понравится и баке вот в этом объективе чем в аналогичном каноновском больше ничего сказать не могу по этим снимкам каждый из вас может сделать сам свой вывод я скажу что на свою цену эти результаты более чем ожидаемы то есть очень хорошие на мой взгляд если есть какие-то вопросы задавайте их конечно же в комментарии ставьте лайк или дизлайк как вы считаете нужно сделать подписывайтесь на канал и на этом все пока пока а